Микс Ньюс. Как открыть для себя современный театр? Как создаются премьеры? Что происходит за кулисами? О культурных событиях Латвии и Европы расскажет программа «Без антракта». Доброе утро. В эфире студия радио «Болтком» программа «Без антракта». Я ведущая Евгения Шерменева, звукорежиссер Евгений Копеин. И мы двое Евгений Ев из Риги. Приветствуем нашу гостью в скайпе Алину Олещенко. Алина сейчас в Берлине. Дома, я так понимаю. Пока не в театре. Еще рановато для театра. Доброе утро, Алина. Спасибо большое, что за несколько дней до начала большого фестиваля, за который ты несешь ответственность, ты выделяешь время поговорить с нами. Но мы тебя подпустим пораньше, чтобы ты успела на работу. Спасибо большое за предложение. Да. Мне очень важно рассказать об этом фестивале. Фестиваль называется «Пост Вест». Я так понимаю, что ты была его в некоторой степени инициатором этого фестиваля, потому что первый опыт подобного события был у тебя на твоем первом рабочем театральном месте в Германии. И ты сейчас немножко об этом расскажешь, да, в Штутгарте. Был похожий эксперимент. Потом, когда ты перебралась в Берлин, в Большой театр, который называется «Фольксбюне», легендарный театр Берлина, ты тоже решила попробовать эту практику для Берлинского Большого театра. Ну вот давай я сначала тогда спрошу тебя, можно ли? Как ты отказалась вообще в Германии? Это же длинный был путь. И я к нему в некоторой степени причастна. Я горжусь этим, потому что, по-моему, первый твой выезд на работу за границу, это была Норвегия и компания Йо Стронгрина, с которыми ты познакомилась 9 лет назад во время фестиваля в Центральной России, который мы делали вместе. И ты была сопровождающим продюсером, таким организатором, линейным продюсером гастролей компании Йо Стронгрина в России. И там ты познакомилась с этим коллективом. И после окончания института, который ты закончила школу-студию МХАТ, если я помню точно, в продюсерский факультет, ты уехала стажироваться туда и уже оттуда, потом переехала в Германию. У тебя такой длинный, интересный путь. Ну вот, значит, первое твое место было в Штутгарте. Да, и я хочу сказать, что я очень хорошо помню, как вы мне тогда на театральном синдроме сказали, что я нашла для тебя идеальную команду. Шесть норвежских танцоров, с которыми ты поедешь в Сибирь. И я подумала, о боже, почему я должна ехать в Сибирь шестью танцорами? Ну, оказалось, что это был такой поворотный момент в моей жизни. Действительно, вот из Германии, ой, из Норвегии в Германию, да, получился такой долгий путь. И когда я оказалась в Штутгарте, получилось так, что Армин Петрос и Клаус Дёр, которые руководили драматическим театром Штутгарта, они придумали фестиваль для окончания сезона, последнего сезона Армина в Штутгарте. И этот фестиваль назывался The Future of Europe. И целью этого фестиваля было собрать разные международные театры и придумать как бы новые способы сотрудничества вместе с театрами. То есть не просто фестиваль, который приглашает театры показать готовые как бы гастрольные спектакли, но фестиваль, который сближает театральных деятелей из разных стран. Благодаря тому, что проводится несколько творческих встреч в процессе фестиваля, и в конце все постановки играют во время фестиваля, и все смотрят постановки друг друга, обсуждают. И таким образом, может быть, можно заложить основу для будущего сотрудничества между театрами даже. И нам очень понравилась эта модель. Когда Клаус Дёр позвал меня в Фольксбюне в Берлин, то основная идея того, зачем я туда иду, было, что мы хотим сделать похожий фестиваль. И тогда мы подумали о том, что Берлин, как город, он очень символичен для вот этого разделения, существующего в Европе на Восточную и Западную Европу. И Берлин — это такой город, в котором обязательно нужно что-то сделать вот с этим разделением, с этой стеной, как бы которой нет, но она все равно вроде есть. И тогда так это пост-вест. Скажи мне, пожалуйста, Вот Армен Петрос, он же долгое время возглавлял театр Максима Горького. И действительно, его взгляд на Восточную Европу, его интерес к даже российской культуре, к российской литературе, я просто это говорю, зная, потому что я когда-то приглашала Армена Петроса на фестиваль «В Ясную поляну», где мы обсуждали его отношения с Толстым, которого он ставил и делал неоднократно. И понятно, что это его был интерес определенный. А когда вы пришли в Фольксбюне, ведь вы же пришли командой без художественного руководителя. Это такой короткий период существования легендарного театра перед назначением нового художественного руководителя после предыдущего, не менее легендарного, чем сам Фольксбюне Франка Кастрофа. И такой очень сложный момент для театра, когда назначенный куратор, в общем, какое-то время просуществовал и отказался от этой перспективы, когда театр, в общем, подвис в некотором смысле в воздухе. Театр, который значит для Берлина очень многое. И предыдущий куратор же снял три буквы «ОСТ» создания театра, которые были очень важны для Франка Кастрофа, который определял, что это театр Востока. Смыслово очень было для него это важно. И то, что вы назвали фестиваль «Пост-Вест», это в некотором степени вот это вот возвращение к тому «ОСТу», который был на Фольксбюне, и это взгляд именно на коллективы театральные из, так скажем, поствосточного пространства, потому что сейчас Европа единая, ну, за некоторыми исключениями. Скажи, пожалуйста, назови страны, с которыми вы договорились, потому что ведь программа огромная, вам удалось собрать не три-четыре коллектива, а довольно большое количество участников. Расскажи, пожалуйста, какие страны, просто назови страны и коллективы, чтобы вот мы все поняли, какой объем работы. Да, действительно очень здорово, что нам удалось собрать такое большое количество стран. По-моему, мы сейчас посчитаем вместе, по-моему, 10 стран. Хотя у нас не было никогда такой идеи, что мы должны обязательно все страны Восточной Европы собрать, но как-то органически получилось так, что вот партнеры, которые сейчас для нас очень важны, они как бы стали частью фестиваля. И, значит, начнем с Риги. Я хотела ей закончить, чтобы плавно перейти к нашей программе. Хорошо, тогда начнем с ДАХа, Центра современного искусства ДАХа, который углодит в Розбородске, в Киеве, в Украине. Я думаю, что многие его знают. Я в театре, по-моему, это театр юного зрителя. Это был когда-то театр юного зрителя, который в постсоветском пространстве был. Сейчас это называется молодежный театр Литвы, и, да, они очень активны. В Вильнюсе. Потом Prague City Theatre, такое собрание из трех театров в Праге, которым руководит Михаил Дочекль, бывший руководитель Унион театра Ольхуин. Из Косово нам удалось тоже, что очень для меня важно, привлечь команду Кедра Мультимедия, которая сотрудничает также с Национальным театром. Косово, независимая центральная компания из Венгрии, стереоакт, которые делают такие спектакты в жанре сайт-специфик и должны были делать постановку снаружи в Польксбюне. Но это, к сожалению, не делают. Театр Ултинитурулуй – это театр из маленького румынского города, которым руководит Джанина Карбунарио. И он такой, насколько я понимаю, немножко «Анфантерибль» румынского театра. Т.Р. Варшау, который тоже многие знают, которым говорит Ежина. Джегорш Ежина. Театр назывался... Раньше полный названия был театр Азаматерча. Компания «Ваба Лава» – тоже независимая компания из Эстонии, из Сталина. Мы также делаем один спектакль с ансамблем «Фольксбюна». И у нас есть три целых партнера из Риги. Это компания, которая руководит Женя. Катл, правильно я ее называю? Катлс. Ну, как котел, да. Я скажу «Г» и «Т» – «Ертрудес» и «Елас Театрис». Я не знаю, правильно ли я его произношу. «Ертрудес» и «Елас Театрис». Да, и «Нью Театрис Института в Латвии». Тоже, так понимаю, независимая компания из Риги. Да. И вот три проекта из Латвии. Такой очень активный участник страна, активный участник вашего фестиваля. Но так получилось просто, да. Получилось так, что когда эта идея возникла, ты просто мне написала, и мы с тобой поговорили и придумали. Ведь надо сказать, что наш проект, он не совсем латышский, и он, конечно, базируется в Латвии, но наш проект, я имею в виду, тот, который я продюсирую, это проект, который базируется в Латвии. В нем участвуют три латышские актрисы, но пьеса Павла Пришко из Белоруссии, режиссер Дмитрий Волкострелов из России. То есть мы все-таки тоже какое-то сделали, еще внутри вашего большого международного проекта, мы сделали один маленький международный проект. Институт нового театра, я так понимаю, он участник вашей программы, потому что он участник большого балтийского проекта, который включился в вашу программу. Это Польша, Терр, Варшава, Яун из театра, из Литвы, институт нового театра из Латвии, Иваблава из Эстонии. Это вот такой как бы отдельный еще участник, да, вот этого балтийского круга. А театр на улице Гертрудес, это просто возникла идея уже в процессе нашего общения, и она выросла в очень интересное предложение. Их спектакль «День рождения Тани», который здесь регулярно играется, немного меняется и говорит не просто о воспоминаниях, о том, как страна и люди менялись вот в 90-е, а о том, как это случилось в Берлине, и основывается как раз на объединении Берлина и на людях, которые туда уехали, живут. Ну, в общем, это такой документальный материал с людьми, переехавшими в Берлин или участниками тех событий по разрушению стены. Вот такой взгляд, да. Но помимо же презентации... Ну, то есть изначально ведь фестиваль должен состояться был в том, что в течение нескольких дней в Берлине собираются все эти команды и играют свои спектакли, продукции, которые должны были быть созданы специально для этого фестиваля. И должно было это всё состояться месяц назад. Да. А сейчас? Ну, нет. Но сейчас, на самом деле, когда случился коронавирус, и мы обсуждали очень много возможностей, что делать, потому что это, конечно, сложная ситуация для международного сотрудничества, когда непонятно в каждой стране своя ситуация. Где-то границы были до сих пор открыты, где-то нет. Кто-то репетировал, кто-то нет. И стало понятно, что мы не сможем перенести фестиваль на следующий сезон. Ну, по организационным вопросам немецким. Да, по организационным и из-за финансовых вопросов. И тогда стало понятно, что мы делаем фестиваль как бы в цифровом формате, фестиваль онлайн. И что для меня очень ценно, я очень благодарна всем партнёрам, что они так отреагировали на это, что все всё равно решили делать какие-то специальные проекты, которые для этого цифрового фестиваля созданы. То есть как предыдущая идея пост-твеста, или вернее, сама идея пост-твеста состоит в том, что все создают спектакли, посвящённые этому фестивалю, который мы как бы вместе, который каждый придумал по отдельности, на который мы как бы вместе прорабатываем. И также это получилось с диджитал эдишн, который мы сейчас делаем. И для меня очень важно, что нам удалось собрать разнообразную программу. И мы не просто показываем, не знаю, 12 видео разных спектаклей, но каждый режиссёр, каждый художник нашёл какой-то особый подход, как он или она хотят вырезать свою художественную позицию, свою творческую идею вот в таком цифровом формате. И это очень здорово. Но я могу сказать ещё, что всё равно и каждый из художников, вот то, что у нас было на обсуждениях, каждый из художников всё равно пропускает эту диджитал позицию через ситуацию двух месяцев вынужденного отсутствия в театре, ну, физического отсутствия в театре. И каждый пропускает это вот через осознание там замкнутости границ или наоборот, как бы, да, то, что сейчас очень многие говорят, что театры, например, в определённых условиях и не могут существовать, а при этом там торговые центры работают, да, то есть такой какой-то странный перекос вот как бы в экономике, которая, собственно говоря, понятно, что для поддержки бизнеса делаются какие-то вещи, но при этом там театры и музеи и концертная организация, они вынуждены продолжать искать способы существования в новых условиях. Они очень сложные для организации культуры. Ну вот, потому что театр, тем более, которые вообще назначены для того, чтобы люди общались напрямую, вживую. Скажи мне, пожалуйста, как дальше предполагается, вот вы сейчас соберёте этот прекрасный архив проектов для этого диджитал-фестиваля, диджитал-эдишн. Что потом с этим вот будет со всем, что будет происходить в течение трёх дней? Это будет в каком-то постоянном доступе, к этому можно будет постоянно обращаться, к этим дискуссиям. Я даже понимаю, что будут какие-то дискуссии во время фестиваля. То есть будет такая постоянная работа в течение трёх дней. Дата – это 24, 25, 26 июня. И это такое облако над Берлином. Не небо над Берлином, по-моему, Вендерс, а облако над Берлином, да? Да, и хорошо рассказали про дискуссии, потому что нам очень, конечно, важно было, с одной стороны, эти аспекты, как бы профессиональные аспекты международного сотрудничества вот в таких непростых условиях осветить. Поэтому у нас будут дискуссии каждый день в 12 часов утра по берлинскому времени с театральными профессионалами на тему того, как сотрудничать в новых условиях и почему мы сотрудничаем, и для чего это важно, и какие формы у этого есть. А вечером мы хотим проводить такие более, скажем так, культурно-политические дискуссии, в том числе, чтобы осветить, например, тот аспект, который вы сказали, почему, вот, например, в Германии был очень большой скандал или большая очень история, что румынские рабочие, которые приезжали, чтобы... На сезон спаржи. На сезон спаржи, да, что они летали, их возили самолетами туда-сюда каждый день, а людям, которые застряли где-то в другой стране и не могли вернуться в Германию, потому что нет самолетов, такой возможности не было предоставлено, ну, не говоря уже о том, что, конечно, мы все понимаем, что, как вы и сказали, что, конечно, лобби капитализма, оно работает не для театров, а для культурных организаций, и в последнюю очередь открыт театры. И это тоже такой важный аспект, который мы хотели бы осветить, поэтому дискуссия — это тоже такой элемент фестиваля, который должен был быть во время настоящего постфеста в мае, который мы хотели очень сохранить в цифровом пространстве. И специально для того, чтобы это сотрудничество, это облако над Берлином, как вы это хорошо назвали, чтобы оно как бы никуда не улетело, а чтобы осталось это облако, мы создаем отдельную платформу, отдельный веб-сайт, на котором все эти работы будут помещены и будут доступны в течение фестиваля. То есть эти три дня можно будет посмотреть всю программу, ну, кроме спектаклей, которые играются онлайн, это два спектакля Даха и два спектакля День рождения Тани. Берлинская версия. Да, берлинская версия, учая тоже нашими артистами с Фолькспюна. И после этого в августе, в сентябре мы сделаем отдельную платформу, как бы как архив фестиваля, но я очень надеюсь, что эта платформа будет жить дальше, мы, может быть, сможем туда как бы вдохнуть новую жизнь, такую пост-вест-комьюнити, которая будет продолжать свою работу, уже независимо от Фолькспюна. Ну, это хорошая идея, мне кажется, она действительно могла… Ну, вот мне кажется, что она напрашивается по итогам этих двух месяцев, даже трёх месяцев уже, да, существования театра онлайн, когда мы получили доступ к каким-то архивным спектаклям, к каким-то новым спектаклям, когда ты можешь смотреть новые пробы, вот как театр Дах сделал эту смуту в режиме онлайна. Я потому что посмотрела тоже две серии из трёх. Мне бы, конечно, было бы очень приятно, если бы смогли сохранить запись спектакля «День рождения Тани» в брелинской версии, потому что это уникальное событие, и если бы к нему был постоянный доступ потом в каком-то формате, конечно, это было бы здорово, очень интересно. Потому что театр ведь, он такой особый вид искусства, который исчезает в момент его существования. Вот он есть, а через секунду его уже и нет. И мне кажется, эти три месяца они дали возможность понять, что может быть немножко иначе. И то, что, например, Виталий Манский делает уже давно, собирая большой архив документальных фильмов на русском языке, онлайн-архив, то очень сложно, конечно, распространить на существующие поставленные спектакли в режиме оффлайн, которые уже существуют, потому что очень много вопросов с авторским правом при переводе этого в онлайн-режим. Но те вещи, которые созданы изначально для онлайна, которые делаются с учетом трансляции в интернете, конечно, было бы здорово сделать такой вот пост-вест в библиотеку. И, может быть, поддерживать отношения с теми, кто включен в это сообщество и в будущем, и помогать продвигать на этом пространстве и будущие проекты наших коллег. Да, и мне кажется, что нам удалось, ну, не без помощи коронавируса и так далее, пройти вот вместе через такие, как бы, огонь, воду и медные трубы, ну, медные трубы, еще, надеюсь, наступят после того, как мы покажем фестиваль на следующей неделе. Мне кажется, что для нашего сообщества пост-вест, вот для театральных деятелей, которые друг с другом встретились, общались и продолжили это общение в цифровом формате и продолжили, как бы, встречаться и обсуждать свои идеи, мне кажется, что для них это, ну, как бы, это очень важное событие тоже и для меня это очень важное событие, что это сообщество родилось, и поэтому обязательно нужно его продолжать. Не бросать. Скажи, пожалуйста, а какие планы относительно тех спектаклей, реальных спектаклей, которые планировались на выпуск, тех реальных проектов? Вот изначально же, да, планировалось, что будут поставлены несколько спектаклей, которые приедут и будут сыграны в Берлине в реальных условиях. И был разговор о том, что многие из тех партнеров, которые включены в проект пост-вест, возможно, будут приглашать какие-то реальные спектакли на свои фестивали и продолжатся каким-то образом существовать в реальном времени, в оффлайн-режиме на территории вот этого сотрудничества. Какие-то есть планы по тому, что будет, может это состояться? Не может, когда будет выпущена уже реальная продукция участников? Тоже очень приятно, что все спектакли, хотя не смогли сыграть свою премьеру в Берлине, все равно хотят сыграть премьеру у себя в театре в следующем сезоне. И вот, например, я знаю, что Михаил Хаба, который ставит в Праге, у них, по-моему, 14 сентября уже премьера этого спектакля. То есть я надеюсь, что мы хотя бы все встретимся там, на премьере. И я думаю, что это все вопросы, конечно, организационного и финансового характера, которые обязательно нужно решить. Но, насколько я понимаю, действительно есть инициатива от руководителей театров, которые состоят в этом сообществе пост-вест, пригласить в гастрольные спектакли других театров или даже, может быть, такой маленький пост-вест в какой-то сокращенной форме зависит от финансирования провести, да? Пост-пост-вест такой, да? Пост-пост-вест, да. Хорошо. Скажи, пожалуйста, а у тебя какие планы? Вот сейчас ты делаешь эту дигитальную версию, а потом что ты делаешь? Ведь Фолькс Бюне будет переигрывать вообще всю свою политику в связи с возвращением режиссера Рене Полишвит, да, приходит, ученик Франка Кастрофа, который долгие тоже годы работал в Фолькс Бюне. И он будет разрабатывать, конечно же, свою программу. Куда ты двинешься дальше после своего захода в Йо Стромгрен, в Штутгарт, в Берлин? У тебя какие-то планы есть, или они пока личные, и ты пока не знаешь, где ты себя реализуешь? Нет, они есть, потому что как бы последний день пост-вест, это не только мой, это не только последний день пост-вест, но и мой последний рабочий день в театре Фолькс Бюне. и хотя команда остается еще на один год, но я вот приняла решение уйти из театра, и я перехожу работать в театр Дортмунда. с Юлией Виссерт, новый художественный руководитель, которая была избрана в этом году, и очень надеюсь, что мы там тоже сделаем классные творческие проекты. Какая ты молодец, я очень за тебя рада. Я очень рада, что старт этому всему все-таки получился когда-то давно в городах Липецк, Тамбов, Рязань и Красноярск, который как бы стимулировал тебя на то, чтобы расти в этом направлении. Я очень этому рада и горжусь. Горжусь тем, что это все так случилось. Спасибо большое. Тебе удачи. Набирайся сил перед большим длинным забегом на фестиваль. И я очень рада тому, что мы тут планируем тоже в Риге дополнительные какие-то активности и будем дублировать всю информацию о фестивале на русский язык тоже. И я думаю, что мы сделаем потом еще программу здесь на Радио Болтком уже после фестиваля попробуем подвести как-то тоже онлайн итоги того, как нам удалось поработать здесь. Хорошо? Спасибо большое. Увидимся. Всем большой привет. Хорошо. Спасибо. Всего доброго тебе, Алина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова